Во время войны для солдатов были необходимы сытные блюда, которые помогали набраться сил для следующего боя. Готовили пищу в полевых кухнях, они топились дровами и состояли из нескольких котлов, кормили военных кулешом, суп с добавлением шонки и сала, борщом, щами, но и самым знаменитым блюдом – гречкой с мясом. Эта солдатская каша стала традиционной в преддверии празднования Великого Дня Победы. Хоть и рецепт ее очень прост, она стала любимым обащением на 9 мая. Гречка, тушенка, все это перемешиваются, заливаются бульоном, готовятся. 40 минут и все, в полевой кухне. Все подходят, берут добавки, дети маленькие бегают, берут все радостные, да за добавки приходят. Вкуснее этой каши нет, мне кажется. Вкуснее этой каши нет. Самый такой продукт был, каша питательный. Самое дело. Гречка сытная, конечно, еще с мясом, очень вкусная. Потому что я ел еще во время войны, и мне кажется, что она поэтому вкусная. Василию Федоровичу 92 года. Боевал в четырех государствах. Победу встретил в Чехословакии. Сегодня он солдатскую кашу не пробовал. Говорит, здоровье не позволяет, но вспоминает, что во время войны гречка с мясом была редкостью. Солдатская каша – это редкость была. Во-первых, на фронте мы по пять, по семь суток голодные воевали. Тылы отставали, а мы вперед продвигались. А в основном давали на фронте солдатский паек. Три сухаря на сутки. И три кусочка сахара. Нам трудно сказать, какой казалось обычная гречка с мясом для изможденных бойцов. Но прикоснуться ко вкусу фронтовой каши можно будет 6 мая в 6 часов на улице Волгоградской, 34, и 7 мая в 6 часов на улице Волгоградская, 32. Екатерина Роженко, Максим Морарь, Городской телеканал ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok